Жена собралась идти в туалет. Муж развлекается, посмотрите. Каждый сходит с ума по-своему. Я постоянно убираюсь, а муж не знает, что тут строит. Слушай, на камеру вообще прикольно видно. Сигарета, улыбочка и глазки. Ютуб рулит. Жена блогер, а муж смотрит чужих блогеров. Всем привет! У нас утро начинается, как обычно, с завтрака. Хочу пожарить драники, но хочу, знаете, делать не как мы в Белоруссии пробовали внутри фарш, а перемешатели. Говорят, я хочу, чтобы перемешанный с картошкой был. Пыталась найти рецепты в ютубе, не нашла ничего такого, поэтому сейчас как сделаю. Ну, попробую, что получится. Перемешаю фарш. Лук не хочу добавлять. Наверное, добавлю немножко чеснока и перчика. И всё. Поэтому, ну, что получится. Я думаю, всё равно будет съедобно. Начищу картошки. Олег поехал за мясом. Хотели на ужин приготовить новое блюдо сегодня. И достала фарш. Ну, у нас фарш есть, но Олег тоже сейчас купит фарш. Ну, приедет и сделаю, может быть, обзорчик, что он купил, потому что что-то мы всё подъели. И приготовим вечером какое-то новое блюдо. Попробуем, что получится в казане. Ну, соответственно, догадались, наверное, с картошкой. Ничего, в принципе, рассада моя вроде пока стоит. Всё нормально. Перец надо тоже пересаживать уже. Ой, а сейчас покажу вам огурцы. А огурцы мои за неделю вымахали. Посмотрите, какие. Ну, это, конечно, слишком длинные. Наверное, я их пересажу завтра. Не хочу сегодня я начинать день опять с рассады. Что-то мне уже поднадоело все выходные с ней возиться. Капуста тоже, видите, как хорошо взошла. Бархотки. Ну, вот эти вот я брала на работе в том году. Они, знаете, такие прям махровые шапки. Ну, что-то ни одно не проклюнулось. Видимо, такие, ну, грубо говоря, какие-то импортные, наверное, сортовые семена. И что-то не всходит. Ну, а вот эти вот попроще вроде повсходили. Ну, тоже, кстати, вы знаете, я много семян кидала. Как-то туговато всходит. Ну, может быть, ещё время покажет. Вот. И я, кстати, купила на зоне поддоны, вот под эти горшки, которые на окне стоят. Вот такие вот. Три штуки в наборе таких. И вот такие вот помельче. Три штуки тоже. Чтобы убрать вот эти картонные подставочки и уже спокойно поливать на поддонах. И взяла вот такую вот сейлку себе. Не знаю, не помню уж, как правильно она называется. Сейчас мы с вами прочитаем. Сажалка. Конус посадочный. То есть делать лунки очень удобно. Тут даже, видите, линеечка есть. Но, в принципе, я думаю, линеечка мне не нужна. Потому что вечно палочка какой-то. А это прям раз лунку. Так удобно. Я видела тоже в интернете. И накупила себе цветов ещё. Хочу посадить герань. Но не герань. Она называется пеларгония. Пеларгония взяла вот такую. Там по пять семечек. Но отзывы, знаете, разные. У кого-то есть схожесть, у кого-то нет. Я решила попробовать. И вот такую вот карликовую хочу в вазоны. Ну, либо, может, посмотрю. Потом в клумбы высажу летом. Ну, если ещё будет что высаживать. И решила комнатные цветы попробовать тоже семенами посадить. Взяла вот такую глоксинью. Тоже, не знаю, получится, не получится. Хотя бы один цветочек бы вырос бы у меня. Здесь вот капсулу тоже хочу посеять. И взяла фикус вот такой. Тоже читала отзывы. У кого зимой в основном замороженные приходили. Нет, мой пришёл довольно-таки хорошенький. Я специально подождала, когда закончится морозы, чтобы тоже не рисковать. Так что, смотрите, у меня будет новый житель фикус. Ну, и надеюсь, из семян тоже что-то вырастет. Потому что я там ещё, ну, придут, покажу вам. Посею, посмотрим. Ну, будем, опять же, экспериментировать. Потому что покупаю что-то, никак они у меня не приживаются. И я решила попробовать также с семенами посадить комнатные цветы. И Олег, кстати, знаете, что он захотел на мелкой тёрке? Я всегда тёрла на крупной картошку. А в Беларуси мы пробовали, там прям вот мелко-мелко картошка. Поэтому сейчас натру на мелкой тёрке. Перемешаю фарш, добавлю чеснок, соль, перец. И всё. Ну, не знаю, Олег уже приехал. Сейчас спрошу, может быть, и лук тоже на тёрке прям перетру для вкуса. Вы спрашивали, девчонки, про тёрку, про нашу технику. То есть, не то, что обзоры делаем, а именно это вот мы сами приобретали. Взяли вот такую вот мулинекс. Я очень довольна. Мне нравится. Но, конечно, не на каждый день. Очень удобно, когда вот мы делаем, например, на ней драники. И также, когда я закрывала на зиму салаты. Это вообще бомба. Вот свекольный, всё, я перетёрла. Классно. Ну, единственное, вот тут вот чуть-чуть забивается. Ну, в принципе, приспособишься и удобно. Я довольна, мне нравится. Не знаю, по-моему, тысяча семь мы её брали. Ну, во-первых, она малогабаритная. Несколько насадок у неё. Тут и капусту шинковать можно, и несколько тёрок. Шинковка капусту. Я вечно руки об неё режу. Забываю, что она очень острая, когда мою. И кубиком. Всё на магнитиках примагничивается. То есть, хранить очень удобно. Всё, убрали. Классно. Ну, мне нравится, я довольна. Первую партию сняла. Я немножко попробовала. Сейчас отдала Олегу пробу снять. Ну, фарша, в принципе, я прям чуть-чуть добавила. Потому что, когда много, мне кажется, многое. Посмотри, если что, давай ещё добавим фарш. Я-то хотела себе вообще простой сделать. Ну, ничего, кстати, на вкус получается. Всё, дожаривается предпоследняя партия. И здесь ещё на разочек. Ну, а мы уже присаживаемся завтракать. Олег сделал кофеёк мне. Латте с молочком. Ой, два глазика. И носик, наверное, получилось. А ротика нет. Натуся сошла с ума. Давай, Олег, приятного аппетита. Спасибо. Ты теперь будешь раздеваться, чтобы я тебя не снимала, да? Я вообще-то уже за мясом съездила. Когда я за кадром. Подсели на вот эту сметану. Вообще редко молочку едим. А это в победе. Берём бежен лук. Такую сметану. Мы это ещё лет не ели. Она вкусная. И густая, густая. Прям вообще. Классная. Ну, давай, снимай. Пробую. Так я уже ел. Да. А вот эти сверху, которые побольше фарша, я добавила. Ладненько, всё. Всем приятного аппетита. Готовьте драники. Наелись, напились. Вышли немного поработать. После еды, конечно, хочется поспать. Слушай, тут даже камни какие-то у нас налетали. Налетели. А? Да соберу я сейчас их. Соберу. Твои шапки. Иди собирай свои шапки. Я говорю, ещё сыр. Ну, нет, кстати, да? Здесь не квакает. Трава. Наверху. Понравились нам драники. Вкусные. Но Олегу больше. Я всё-таки люблю классические, обычные, без мяса. Для меня вот этот фарш он как-то жиром чуть-чуть отдаёт. И поэтому мне не очень вкусно. Нет, вкусно не очень мне нравится. Не по моему вкусу. Поэтому мы решили, что Олегу буду с фаршем жарить. Ему очень понравилось. А себе оставлять просто картошку. Так, что мы хотим? Сезон открывать. Сезон открывать мы хотим. В беседке. Олег хочет всё-таки подключить воду. Я против. Но он меня уверяет, что уже не будет морозов. Поэтому сейчас немного помогу ему. Олег, надо всё-таки это, Новый год, наверное, убрать. Помогу. Убирай. Можно включить. Чё, или вечером всё-таки Новый год ещё устроим. Не знаю. Закрытие зимнего сезона. Давай не открытие сезона, а закрытие зимнего сезона. Наверное, похожу. Поубираю шапки, чтобы муж не нервничал. Видите, разлетаются с гортензией. Если успею, может быть, ещё и пообстригаю немножко. Но надо их аккуратненько, не спеша подстригать. Надо спросить. У Оксаны, когда раскрывать розы, договорились уже. Ребята приедут. Я говорю, вы готовы с нами продолжать работать? С вами всегда. Приятно. Так что приедут. Попрошу дать консультацию по поводу газона, по поводу деревьев. Нет, это, по-моему, вроде как яблоня какая-то у нас была. Посажена. И сирени. Вот сирень. И там сирень. Прям люблю я сирени. Вот эти вот красивые должны быть. Мы с Оксаной вместе их выбирали. Молоденькая, но в почечках будет свисти. Так что мы с вами посмотрим, какая она у нас будет. Красоточка. Я, видите, готова к съемке. То ли работать, то ли сниматься. Фильтры от пылесоса почистить. Да, Олег решил фильтры. Ну, мы как-то показывали, но еще. Ну, мы их будем. Сейчас он продует этим. Вот этим. Ну, покажем. Как она называется? Компрессором сделает лопаточку. Слушай, не жарко. Можешь взять посудомойку, принести и поставить ее. Слышь, Олег. Да, слышишь. Не буду на камеру грубить. Я что с тобой иду? Не знаешь? Дина поздоровалась. Дин, привет. Так Дины нету. Дина уже селедку под шубу сделала. Скидывает нам фотку. Такая говорит, я готова к вечеру. Селедочка такая аппетитная в холодильнике стоит. Что, бардачок наш снимаешь? Да я уж показывала в трасс бардачок. Надо как-то... Ну, надо нам заняться с тобой здесь уборкой. Везти надо все. А иногда, знаете, прям хочется побездельничать. Олег, говорю, мне уже стыдно. Уже зрители ждут мою активность. Говоря, я все бездельничаю. Хожу. Так, возьму сейчас я разведу йод. Вот этот вот. Фарма-йод. А вчера у нас была зима. Сегодня с утра еще снег лежал. А сейчас вот уже растаял. Давай вместе! Что? Вместе? Вместе! 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 Ну все, сезон на месте стоит. Все, сезон открыли? Так, ну что, блогеры это, конечно, тоже работа. Ты-то работаешь, я стою. Что, я заберу камеру? Да пойду, наверное, тоже поработаю, да? И покажем потом твой готовый результат. А то ты работаешь, а я бездельничаю. Так, посуда. Замойку установили. Подключил. Здесь слив канализации. Воду, но еще не открывал. Фильтра поставил. И в принципе все у нас. И здесь у нас водонагреватель. Шланги я откручиваю. Сейчас подключил все. Будем включать воду, давать. Наталья будет стоять, смотреть, контролировать воду. Не дает работать! Кран я чуть открыл. Из крана должна политься. Больше не открыть. Меня не обольет ничего тут? Из крана. Чего она тебя обольет? Так ты сказал, что ты постой на подстраховке, если вдруг рванет. А я такая представляю. Да, если рванет, так меня всю и обдаст водой. Куда кидаешь? Что кидаешь? Мусор? Если что, кричать или бежать? Только во вкус вошла. Не знаю, так, не так. Пыталась я в интернете узнать, как правильно подстригать. Сейчас подстригу. Оксана приедет и уже посмотрит. И скажет мне, что я сделала правильно, что неправильно. Оксана пыталась мне в том году объяснить. Потому что я у нее спросила. Говорю, Оксана, я в следующем году сама хочу подстригать. Но учиться хочу. Но и мне нравится этим заниматься. Здесь у нас света нет. Олег что-то не включил. И мне нравится этим заниматься. Поэтому я хочу сама нарабатывать практику. Получать вот эти какие-то знания. У меня вообще была мысля пойти на ландшафтника. Учиться уже поздно. Конечно, в принципе, никогда не поздно. Но мне уже нет. Думаю, что пока я отучусь, и так мне нравится. Я бы с удовольствием ландшафтом занималась. Это надо было раньше, еще в то время, идти не на продавца идти, а на ландшафтника. Вода льется. А кран не закрывается. Видите, что тут делается. Бежит, а почему кран не реагирует? Какой? Не закрывается вода. Какой? В фильтре. Сим-сим. Сломался наш? Не знаю. Как вариант. В том году что-то у нас там разморозилось. Олег мотался, мучился. Что-то, да, происходило. Лучше б не трогала, виновата останусь. Всегда я виновата, если у меня дверь не закрывается или не открывается. У меня все открывается, все закрывается. Без усилия лежочек. Не нервничай. Я тоже нервничаю, потому что мне надо работать, а я вот... Ой, не работаю. Я тебе нужна? Я думала, скажет, не нужна. Хотела придраться. Ах, я тебе не нужна. Сейчас согреву. Что, я тебе не нужна? Можно шипте работать. Ну, что, у Олега сегодня пока удачный день. Ну, а что там был? Короче говоря, мы как? Вот так ручку оставляем, так открыты? Или же... Ну, грубо говоря. Вот так, а так открываться будет. Ну, вот так, наверное, удобно. Вот так удобно. Ну, у нас так и было. Все, Наташа. А что было? Ну, прокладка что-то там. Ну, видишь? Что? А то еще не виновата. А я у тебя просто спросил с усилием, там, может быть, оно не шло, и ты ее сдавила. Чтобы понимать. Отрезала куст, видите, увидела, что больная гортензия. Ну, сейчас сфоткаю. Ну, хотя, может, завтра Оксана приедет, оставлю. Если завтра не приедет, наверное, надо отпиливать. Потому что я увидела, вот такое пятнышко, начала резать. Думаю, отчикаю, чтобы больного не было. Мне кажется, что надо отпилить. Ладно, спрошу у Оксаны. Пока оставлю, как есть. Наташа, весь затоптала. Смотрите, вот она уже затоптала. Да не ходила я там, что-то целый день. А что, вот следы. Ну, это я же не могу оттуда прыгать сюда. Вон, по кругу оттуда пошла, 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 пошла. От нового года, в общем. И пошла сюда дальше. Пошел, я кран сделал. Пойду сейчас фильтра продую, да, запущу робота на первом этаже. Прочищу, покажу. Вот у нас от грядок еще осталось. Вполне можно сделать то, что Наталья хочет. Столик, который, опять же, Наталья будет красить в парнике ей. С площадочками, с крючочками. Ну, у нас два таких. Не знаю, куда она что будет ставить. Еще. Также у нас под стеллажей полочек, которую пробуем и поставил. Ну, и все хотим. Их поставим, чтобы было как бы комфортно. Фильтра вот этот вот. Вот видите, она попадается и фракция забивается бумагой. Компрессором почистим. Сейчас дружим компрессор. Вот смотрите, вот эту половину я прочистил, левую. Вот, а правую нет. Пока здесь еще занимаюсь фильтрами. Сделаю Наташе лопатку эту. Сейчас обточу. На наждачке подправим, чтобы она нормально туда вошла. И пускай работает в поте лица. Так, ну и что, пока нас нету, Наталью раздражает, когда робот работает. Ну, под ногами всегда путается. Как будто специально ищет, где идешь, туда и вон едет. Запустим сейчас первый этаж помыть. Хоть вчера вечером, но пыли откуда-то берется постоянно. И вот раз в день мы обычно гоняем. Видите, Наташа уже устала. Но мы ее пустим работать. Остановка. Водитель, ты убрал? Молодец, поехали. Все, пошла на Тусе убираться. Мы пошли дальше работать. И тут я такой выхожу. Ничего, Наташа, поздравляю тебя с 1 апреля. Не развел тебя еще сегодня. Праздник, день веселья. Одного я уже друга развел. Держи, подарок тебе. Как он у меня был, этот подарок? Так это сделанный подарок уже. Ну, еще и на винтик. Куда ты там винтик нашел? Ну, а что она будет болтаться? А это мне для домашней. А я не знаю, я тебе отдам. А ты там сама занимайся. Я шлюм. Может, ты будешь тут в землю играть, в песочек. А ты ручку убери, у меня ручки грязные. Ручки грязные. На, ты, Наташа. Слушай, а там тоже такая хрень. Ну, я не знаю. Там она как засохшая. Сплошные расстройства в деревне. А ты в деревне жить хочешь? Обалдела что ли? Нафиг оно надо? Чем чаще я буду здесь жить, тем больше расстраиваться. Нет, тем больше я буду припать. Отмазки. Отмазки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пошла жара Все переворачиваю Сгребаю в сторону Убираю Смотрите сколько мусора Ну там правда еще и адров осталось Все это Сейчас здесь уберусь немножко Подметем И будем мясо У нас в пакетах мясо Будем мясо разделывать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да это потом соберем Газон еще весь в воде Много с этой По нему ходишь Он проваливается Я думаю через недельку Уже зелененький будет Такой хорошенький Не дает работать Оставь на завтра Оставь на завтра Побрызгаешь завтра Землю ты не натаскаешь Пошли ко мне Пошли со мной мясо разделывать Ну не знаю Мне заметно уже прям Кажется так Почище Там вот куст Тоже почикала Там сухие ветки Но от него вроде От росточки есть Поэтому так Более-менее облагородила Вот эти не стала Чикать Потом почикаю Там кустик почикала То есть то так Походила там на площадке Тоже шапки от гортензии Пособирала Что тогда специи Как раз сейчас Ты мне кусок мяса отрежь Давай я замариную На блюдо Которое мы сегодня Отсюда Отсюда Да вот Вот она Вот Картошечка-то вкусная Где будет А у тебя что Ты что, чтобы поработать Наташа Да их выкинуть надо Ну а ну на картошку оставить Вот картошку, да Помой А ты здесь горячую воду Тоже сделал? Все работает Я уже казан помыл Все сделал Молодец Здесь протер все Видишь чистенький уже Ну недоскональный, конечно Ну да, не обезжирь А все Здесь протер Поднял Убрал И казан Вот видишь, твою работу видно Мне не даешь идти Нет, ну там Это не моя тема Нет, мне не даешь работать Почему не даешь? Пожалуйста, работай Ну пойду-ка тогда теплить Попрыскивать Работа бывает разная Правильно, да? Я сейчас буду мясо делать И она будет в кулечки собирать Играться Вот, пожалуйста На тебе фарш Один тебе фарш На тебе второй фарш На А где Дашин, где наш? Ну А вот угадай Где наша? Даша же мало ест Вот это Даша Вот это наша А вы много едите Вот это нам, да? Угадала? Да Даша, два килограмма просила Угадай Так, что ты тут набрал? Шею Шею взял Здесь что ты взял? Лежочек Вот это что ты взял? А, Даша, кстати, колбаски еще А ты холодильник включил? Шею не включать его? Да нет, наверное Пока здесь так холодно Шея, вот это Лопатка А там что-то еще набрал И здесь лопатка А, Даш А, ты ножку еще взял Хотим как-нибудь рульку сделать Либо в духовке запечь А, кстати, это в казане делают Ну, это маленькая А что ты одну-то? Надо было-то две брать Ну, я же не знал Надо сначала попробовать Я тоже думал Можешь попробовать А можно сварить хороший супчик Да на супчик жалко Нет, мы с тобой ее попробуем Запечем в духовке Ну, вот так вот отрезать А вот это, не знаю На холодильник Запечем в духовке Была нету, Наташа Все, сейчас принесу тебе все Средства Смотри, а то я себе закопаю Вот этой лопатой У меня есть свидетели Туда-сюда, туда-сюда, да? Носишь? Вроде только туда относишь Только убирали все Ой, как здесь О, уже обратно Конечно, а ты дверь не закрываешь Сейчас, но у меня извините Ты еще что-то пойдешь? Пойду сейчас Конечно, давай Специи переставлять, домашняя Давай, давай Так, соль Я сейчас трибура ставлю Соль привезти, а что масло есть Средства в антикруса Плотенце Плотенце ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали кости Фарш Даша фарш Даша фарш тоже сразу разделила Колбаски взяла Понравились ей колбаски В духовке на 8 марта В квартире запекала Быстро То есть и на костре вкусно И в духовке Она говорит Возьмите мне Так, когда, говорят, с картошкой Поставлю в духовку И все Шейку разделали Отношу все в холодильник И Варваре досталось Мама бульон сварит И по ценам Так, сослепу бы увидеть Тут еще все Так, колбаски По 395 рублей килограмм Так, немножко вам Кому интересно Шея свиная 425 рублей килограмм Свинина в разрубе 205 рублей И Что тут еще? Фарш Свинина, говядина 445 рублей килограмм Так, мы начинаем готовить Сегодняшнее видео завершаем Завтра будет продолжение Нашей готовки У Олега тут телевизор Так громко пищит Продолжение готовки И как мы проведем вечер Возможно придут соседи Посидим Сделаем открытие сезона Открытие сезона Будет не в беседке Потому что здесь Наверное прохладно будет Ну, у нас заключается Открытие сезона в том Что мы подключили здесь воду И уже нам здесь комфортно будет Так что Всем пока-пока Продолжение будет В следующем видео До следующего видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok